друзья страшно выходить на улицу у меня там лимон перевернулся побегу ух ты ж какая радуга двойная красивая такой дождь сильный прошел уже сегодня второй раз идет прям ливень с ветром с грозой с громом ты видишь бегать за мной красота какая правда же ласточки высоко летают но вам конечно же не видно а мне видно вот такая чудесная радуга всем привет 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 я собрала посылку для даже и у меня всем там подарки оказались а кириллки ничего нету поэтому ну как я могу любимого внука оставить без подарка решила поехать сначала в динскую а потом подумала нет лучше в краснодар поеду там я уже знаю где есть молодежная одежда ну что нибудь ему прикуплю думаю футболочку какой-нибудь вот так что взяла зонтик с собой сегодня 17 16 градусов вот такая погода и временами дождь не стала ветровку брать думаю так пойдет ну ладно поехали со мной вместе вот я и центре города так называется торговый центр представьте что вы его дела сsteps его собираются с образом я сделаю могут ему 1957 при этом было бы неapons чем вы ее Продолжение следует... 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 И хорошо сегодня в дождь нигде не попало, хотя зонтик с собой брала. Такие тучи гуляли. Думаю, оно все промокло. Нет? И обраклось. Без дождя. В магните дали еще два журнала. Зачем-то. Такие толстенькие журнальчики. Что-то с грушей тут. С рецептами, я так понимаю. Дали еще. Я попросила наклеечки, а она нам дала еще одну вот эту книжку. А эту мы забыли дома сегодня. Надо было купить ножик вот такой маленький. Ну ладно, завтра сходим. Забыли? Книжку дома. Буклетик. Что мне говорит? Тебе не стыдно? Как ты мне сегодня в магазине? В краску ввел. Что случилось? Что случилось? Я не знала, как себя вести. И я сейчас Маше рассказываю. Она говорит, мам, так это у нас семейные. Помнишь, Артем как меня подставил? Первый раз было, когда мы в Туапсе с ним были в санатории. Я стою на балконе, третий этаж. А он запел. Вешаю трусики. Да, на веревочке постирала. А он сзади меня в комнате, ну или как в номере. И он вдруг запел. Люди, которые гуляли под балконами. Все отдыхающие же. Они, естественно, смотрят, кто. Я, значит, трусики, я же их не брошу. Я их вешаю. Через балкон перетянулась. Или как? Перегнулась. Перегнулась, да. А он там вот прям сзади меня. Его-то не видно. Там еще загородка на балконе есть. И он прям... И тут же, мама, не пой. Мама, не пой. Нет, я наврала. Он кашлять начал. Это был случай с кашлем. Он прям вот так. Мама, мама, что с тобой? Мама, не кашляй. Мама, тебе врача вызвать. Мама, тебе надо скорая. Сам кашляет в это время. А люди смотрят и кашляют. Я даже не могу показать, как он это делал. Кашляет. Второй случай. Я собираю малину во дворе. Рядом забор. Улицы прохожие ходят. И Тема начинает тоже кашлять. Он сзади меня там стоит. Он присел в малине. А я вот тут на виду. Он точно так же кашлял. Третий случай. Я мою окно на кухне. Кухня выходит на улицу. Я встала на подоконник и снаружи мою. И он запел. И он запел. И тут же мама, мама, не пой, мама. Уши режет. Не пой. Плохая твоя песня. И говорит это громко. В это время шел Димка, сосед наш, Егоркин папа. И он такой, здрасте. И в это время Тема начинает петь. Я не знаю, куда мне деться. А Тема опять присел возле подоконника. Вот ты плохому учишь детей своих. Вот я что хочу тебе сказать. Да. Я теперь в этот магнит ни шагу, ни шагну из-за тебя. Деревня маленькая, как Маша сказала. Теперь про тебя тут будут говорить, что алкашка кончена. Муж измучился с ней. Ты бессовестный папа. Будем осваивать другой магнит. Я все время сижу, молчу. Жизнь такая. Ну ладно. Ты у меня все равно хороший. Хоть и не бритый. И дырявые штаны. Я ведь их выкинула. Штаны эти. Нет, он нашел, он не делал. Плохо выкидываю. Не, Аленушка, хорошие. Ну ладно. Зачем я буду хорошие штаны портить, когда можно ходить в старые? Я ничего не пойму. Все правильно. Экономный мой. Ну да. Зачем я буду хорошие штаны портить, когда можно ходить в старые? Ленин всегда живой, ленин всегда со мной. Будет надежда и в радости, в радости. Ленин в моей судьбе, когда в счастливом дне ленин тебе, и во мне ленин. Александр Михайлович, я у тебя хочу спросить. Народ интересуется, Дюжа. Почему, когда мы с тобой гуляем, ты впереди идешь? Впереди меня. Нет, не всегда. Видимо, ты стесняешься? Когда у тебя камера. Здравствуйте. Здравствуйте. Там без все будешь. Ты меня стесняешься. Я тебя стесняюсь? Да. Смотрите, ребят, мы вместе идем. Буду знать теперь. Пока люди не скажут, откуда, мы же знаем, стесняюсь или не стесняюсь. Доброе утро. Курочки. Гуляют уже. Больших я закрыла. Отдельно пусть бегают. Потому что боюсь, что петух начнет их топтать. Курочек. Молодок портить. Вчера такой ветрюган был. Ведро летало. Оно вот здесь стояло, возле дома. На улице холодно. Дальше вчера такое было. В общем, погода такая нелетная. Пойду кормить хозяйство свое. Да потом самим чего-то позавтракать надо. Поедем посылку отправим. Увезем. Ну и так по хозяйству. А, в Азон надо заехать. Я там Поле подарок заказала. Не покажу, потому что она ролики смотрит. Спрячу теперь. И надо будет мне утерпеть. Ей не подарить раньше времени. Потому что с Тимкой так и получилось. Тоже на Азоне заказали подарок. И что-то какое-то такое настроение было. Взяли и подарили ему. Хотя дня рождения еще. Еще целую неделю до дня рождения. Вот. Ну он такой счастливый. Он так был рад. Что ему подарок подарили. Вот. Угадали мы с подарком. Ну надеюсь, Поле тоже понравится. Так смешно за ними наблюдать. Бегает. Что-то суетятся. Какие-то дела у них. Смешные у них. Перебежки такие. Сварила я джем. Значит там у меня груша. Немного яблок и персики. То есть такой ассорти. В прошлом году мы такой варили. Очень вкусный и быстро его съели. Сейчас буду стерилизовать банки. Горячими заливать туда. Потом в банках осуждать. Остужать. И потом закрывать крышками. Когда такой корочкой покроется. В банке поверхность джема. И тогда закрывать буду. КОНЕЦ КОНЕЦ Корочки нашли солнечное место. Улеглись ковром. Я видео не выкладывала 3 дня. Надеюсь сегодня выложу. Чем мы занимаемся. Я подстригла траву виноградники в клубники. И теперь пропал виноградник. То есть там где я не достала газонокосилкой. Михалыч слышите? Там за двором косит траву за воротами. Сегодня погода прям такая хорошая. Поэтому с обеда я тут в огороде. Даже домой не заходила. На обед ничего такого не готовила. Борщ обычный. С баранинкой. Вот так выпалываю. Там где не достала косилка. Михалыч прокосил траву тренером в малине. Потому что там тоже надо убирать все. Обихаживать. И завтра мы с ним будем убирать траву в огороде. И не целью ботву всякую. Надо уже чистить огород. Погода хорошая. В каком плане? Тепло и такой холодный ветер. Поэтому мне сегодня вообще не жарко абсолютно. То есть с кайфом работаю. Дети сегодня не приехали. А потому что бассейн. Вода холодная. Ну и я лучше пропалю. В огороде поработаю. Чем просто мы будем дурака валять. Как говорится. Завтра возможно приедут. Я замочила шашлычок. Не знаю. Сейчас наверное закончу с виноградом. И пойду жарить шашлык. Обычные крылышки куриные. Готовится быстро. Что она снимала там. Вставлю в ролик. Видео. И трава вообще не вырывается. Как будто дерево какое-то. Да корех. Конечно. Грецкий. Как вот он тут оказался. В корне винограда. Мусечка как всегда мне помогает. Помощница. Хорошо газонокосилка косит. Я прям рада. У Михайловича тренер. Он такой мощный. Тяжелый. 9,5 килограмм. Поэтому. Не по мне он точно. Он огромный. Просто не с моим ростом. Косить. Поэтому. Моя газонокосилка. А его задача тренерам. Вам наверное меня не слышно. Ветер будет. Еще немножко осталось. Раз, два, три. Четыре куста. Ну и потом вдоль забора еще пройдусь. Там где у меня газонокосилка не достала. Не достала. Там я тоже пройдусь в ручную. Курей сегодня травой закидала. А мне не успевает ее есть. Особенно они хорошо едят с газонокосилкой. Измельченную траву. Ну и эту тоже с удовольствием едят. Копается там. Вот так. Вот так. Ой. Ну хоть дождя сегодня нету. Красота. Я прям сегодня рада-прирада. Вчера, когда поехала в город и обратно ехать, а все сыры же, такой ливень прошел. Думаю, ну и что я буду дома сидеть. Опять заготовки не хочу делать. Уже устала, надоела. И поэтому пешком я прошла вчера почти всю улицу 40 лет Победы. Кто от Краснодара знает, кто знает, какая-то улица длинная. Почти всю немножко там от Чистяковской рощи проехала. И прошла в Восточно-Кругляковскую всю улицу до конца. От самого низа до самого верха. Не знаю, сколько это в километрах. А, и потом с Восточно-Кругляковской я дошла до Российской улицы. Да, до Ленты. И там только села на автобус. Поэтому в километрах это, не знаю, 10, наверное, 8. 10, скорее всего. Может, даже больше. Хотела по карте замерить. Неохота. А часов с собой не было. Музька на кого-то охотится. Да, Музька? Моя красота. Помощница. Комары на нее садятся. Так, ладно. Немножко мне осталось. Вчера видео вечером смотрели с Михалычем, как в Узбекистане выращивают виноград. Настолько красиво. Знаете, как вот эта беседка, примерно вот такой высоты. И вот эти вот стволы, все рукава. Они все высоко-высоко привязаны. И вот так просто беседка и целые там плантации этого винограда. Субтитры сделал DimaTorzok. Это так классно. Вообще, очень понравилось. И поливают они арыками. Ну, это понятно. Там все поливают арыками. И они арыками. Арыки. Пить. Ну вот и закончился еще один день сентября. День был плодотворный. День был классный в плане погоды. Я теперь жду такую погоду и завтра, чтобы продолжить работать в саду и в огороде. Всем пока-пока. На сегодня это все. Смотрите это видео за три дня, со 2 по 4 сентября. Пока-пока. И надеюсь, увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok